Есть сейчас человек, который решит задачу про четыре точки. А, И, В. Между А и В. Ответ неверен. А между В и С. Между В и С. Молодец. Объяснить можете? Одна ситуация, когда точка М лежит здесь, другая ситуация, когда точка М лежит здесь. Хорошо, объясняйте. Почему эти обе ситуации менее выгодны, чем вверх? Да, и что? Вот это расстояние. А, Л и Д, Р равно. Равно, Р, 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 М... Нет, ничего, ничего не верно. Садитесь. Не то. Не то, говорите. Хорошо. Кто может объяснить четко, почему верхняя картинка выгоднее, чем... Это невыгодно, потому что сразу МД это уже больше, чем АД. Да. А давайте формулу запишем. Вот смотрите, когда берешь отрезок МА и МД, то понятно, что это в сумме будет то же самое, что АД. Согласны? Значит, это АД. Когда берешь МВ и МЦ, то это в сумме будет ВЦ. Так? Отлично. Значит, здесь ответ такой. А вот теперь интересно, понимаете ли вы на этой контину, чему равна сумма, внимание, вот этого отрезка и вот этого. Вот. А ведь там то же самое. Правда? Вот здесь у нас ВЦ, и вот отрезок ВЦ и отрезок АД, то, честное слово, у меня получается точность космоса, правильно? Да. А, но, внимание, к ней еще добавится очень важная вещь. АД, ВЦ, добавятся еще вот эти штуки. А именно вот этот отрезок добавится. Добавится вот этот отрезок и добавится вот этот. АД, ВЦ, значит, добавится два отрезка МВ и добавится отрезок МА. Понятно, что вот это больше нуля и величина. Замечательно. Теперь смотрим сюда. Раз отрезок и два отрезка. Это по-прежнему АД? АД, теперь здесь, раз отрезок, два отрезок. Вот, ребята, вот это вот, это по-прежнему ВЦ, правильно? Это будет АД, то есть сумма АМ и МВ, плюс ВЦ, а какие еще я не посчитал? Плюс два МВ. Правильно. Плюс два МВ. Понятно, что опять два МВ это что-то добавлено? Все, спасибо. Все правильно. То есть, господа, посмотрите, я разобрался в случае. Ну, опять, я поленился смотреть, когда точка М слева или когда она между Ц и Д. Но мне кажется, что любой из вас представит себе.